Дорогие братья и сестры, я рад вас видеть и приветствовать любовью Господа Иисуса Христа. Слава Господу! Я рад видеть гостей и также благодарность, что вы приехали в этой местности, с которой мы вместе были. Вижу ваши лица и радуюсь. Слава Господу! Вы в Господе! И благодарность Господу, когда мы слышим друг от други, и нам приятно, когда мы христиане в завете с Господом. Мы принадлежим Господу, мы Божьи дети. Мы бегим, мы спешим в Дом Божий, чтобы прославить имя Божие. И наше сердце, оно услаждается. Хотя Христос сказал, что дети мои, христиане, они будут иметь много скорбей. Но брат Иван прочитал нам Слово Божие, которое утверждает, призови. И Бог говорит и напоминает, призови в день скорби. Не уходи от меня с огорченным сердцем, но призови. Мне приходится много ездить. Я открываю YouTube и много скорбей, столько много. Буквально недавно у одного молодого брата, он с неверующих покался в городке, в Степань. Брат Ваня знает, может, они и родственники. Ушла жена и детки остались. Много деток. Молодая жена. Но двое детей из них, которые постоянно болеют. И нужда такая. И так много скорбей у праведного. И стоит вопрос, неужели мы должны иметь огорчение? Нет. Нет и нет. Но брат нам прочитал, что призови. Призови, я избавлю тебя, я помогу. Сердце смягчается. Сердце становится более размышляющее о путях Божьих. И для нас, христиан, приходит то, что мы, наши длани, наши руки, должны не закрывать, но открывать наше сердце. Видя тех, которые в нужде, которые имеют в этом нужду, мы должны помогать друг другу. Слово Божие поощряет нас. Иисус однажды сказал, верующий Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Есть люди, которые как-то другим образом или положением своей веры, о чем, о всем говорят, и призывают к тому, чтобы верили в Бога. Но самое главное оставляют это Сына Иисуса Христа и не верят в Иисуса Христа. Это люди мы знаем. Это избранный Божий народ. Когда я снова открываю и слышу, многие могут говорить, а много могут проповедовать, много могут святительства говорить, но главное упускают. Но Христос сказал, я есть им путь, нет другого пути, я есть им дверь к Отцу Небесному и только через Иисуса Христа. И когда мы видим Слово Божие, оно переполнено о вере, и я несколько стихов зачитаю, мы будем иметь молитву пред Господом. Мы умоляться просить Господа о благословении нашей жизни пред Ним, чтобы нам быть укорененным, утвержденным, в самом главном. Даже самые люди, которые буквально, бывает, и не понимают, но они знают символ главнейшего слова. Это символ веры, и об этом ясно и четко нам записано через все места Священного Писания, Нового Завета. Это как золотой стих. Одиннадцатая глава, я читаю его, и мы будем знакомы. Вера же есть у существования, ожидаемое его. И уверенность в невидимом. Послание к евреям. Одиннадцатая глава, первый стих. В ней свидетельствовано древнее верею познаем, что века устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. И шестой стих дает некое ударение нам о нашей вере в Бога. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо было, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Мы много в жизни нашей можем посвятить добрым делам. Как бы доказывая тем, что мы подтверждаем нашу веру в Бога. Но если наши уста, наше сердце не исповедуют Иисуса Господом нашим и Спасителем. Если мы не будем верить в это усуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя есть место Писания говорит нам о том, что мы видим сию сквозь тусклое стекло. Может мало из нас кто-то видел воочию в видении Иисуса Христа. Но мы живем в веру и познании того, что от нас Господь придет и изменит нам и даст нам вечную жизнь с Ним. Итак, а без веры угодить Богу невозможно, ибо приходящему к Нему надобно, чтобы Он исповедовал и веровал. И в послании Иоанна, Иоанна, богослово записано в 5 главе, 4 стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. И мы живем и движемся среди мира. Буквально, или христиане одевают этот мир и приносят Церковь Божью. Но не должно так быть. Оно нас обличает. Мир и все похоти с Ним, все возжиления, они проходят. Но какая же одежда или сущность победы нашей должна быть среди мира? Когда мы живем, мересем. Но мы, как дети Божии, искуплены кровью Иисуса Христа. Мы должны всегда исповедовать веру нашу, потому что это есть победа, победившая мир, вера наша. Потому что уста и наше сердце, они исповедуют Иисуса Господом и нашим Спасителем. Другой стих написано, что и мир проходит, и похоть его мы слышали. Прошлое воскресенье проповедь о похотях мира, о сущности людей живущих и движущих, что им движет. Но задача христианина, когда он исполняет волю Божию, волю Божию, и все, что в мире, оно пройдет. Но исполняющий волю Божию пребудет вовек. И второе место в Писании, которое буквально поощряет христиан, на что мы должны останавливать наше внимание. Это апостол Петр записал и оставил нам, во что мы должны облечься, чем должны мы быть движимы и послушны Господу Иисусу Христу. Это второе послание и первая глава. Хорошо нам знакомы эти стихи. Это четвертое и ниже, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующей в мире растления и похотью. То вы, прилагая к этому все старание, здесь хорошо и четко отображен образ христианина, чтобы покажите в вере вашей добродетель, в добродетели и рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестия, братолюбие, а в братолюбии любовь. Покажите в вере вашей, покажите в вере вашей добродетель. Итак, последующие слова. Качество христианина. Вера, она не бездействующая, она показывающая образ христианина изнутри. Когда мы движемся, есть стих, который поощряет нас к добрым, добродетельным делам. И в Псалме записано, что блажен человек, который помышляет о бедном, в день бедствия его избавит Господь. Итак, наша жизнь, вера наша в Господа Иисуса Христа, она не должна быть мертвой, как записано в послании Иакова. Она нас сопровождается добродетелью и делами, благословляющими и прославляющими через нашу веру Господа Иисуса Христа. Иоанна записано, чтобы мы никогда не смущались, это записано 14 глава Евангелия от Иоанна. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца Моего много обителей, в доме Отца Моего обителей много. А если не так, я сказал бы вам, я иду и приготовлю место вам. А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Пускай Господь нас утвердит и усовершит веры Иисуса Христа, чтобы мы никогда не смущались. И записано в 28 стихе. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Пускай Господь благословит. Еще одно свидетельство. Эта семья, она живет в Канаде, когда эта женщина свидетельствует о себе, что мы с мужем долго не могли остановиться в церкви. Мы были как бы и верующие посещали. Мы слышали проповеди, мы вместе молились, но не отдавали жизни для Господа посредством водного крещения, обещания доброй совестью. И приходили и уходили. Наша маленькая дочь, 9 лет, она просила, бабушка ей наставила, и она просто попросила молиться о детях, то есть о маме и о папе, чтобы они пришли к Господу. Но что-то было черствое, они не давало им остаться. Но однажды посредством скорби, обратно же такие скорби, они приближают к Господу. И случилось у их дочери, 26 лет. Она рассказывает, что они поженились, она вышла замуж, она хотела иметь ребенка, но врачи сказали, просто невозможно, не будет детей и предстоит долгое лечение. Но они сразу заранее сказали, что это повредит другим вашим органам. И когда эта женщина пришла на молитву, склонилась, и Божий сосуд Господь проговорил через одну сестру к ней, что будет посты и молитвы должны быть пред Господом, и увидишь чудо в жизни своей. И она говорит, что я, пришедшая домой, загорелась с сильной верой, позвонила к дочери, что Господь ответит, и будут дети. И у нее уже позже, когда пошли, они получили результаты. Они отказались от лечения от врача, что она уже имеет в очреве. И эта женщина с мужем, они пообещали, они вступили в завет, когда ей было 45 лет, она пообещала и служила Господу. Иногда такие тесные обстоятельства или скорби по жизни, или другие обстоятельства, они заставляют ближе и ближе ощущать присутствие и благословить, прийти к Господу. Пускай Господь даст нам никогда не смущаться, когда Божье Слово поощряет нас, когда явится Он, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его. Это содержать свой сосуд в чистоте и истине Слово Божие. Пускай Господь благословит. И чтобы нам не иметь смущения, мы будем просить Господа об этом протяжении, чтобы Бог благословлял нас в жизни нашей, и наша вера в Него утверждалась. Ему да будет слава. Аминь.